Всем привет! Меня зовут Лера, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы с вами поговорим о моих самых любимых авторах. Это авторы, чьи книги я многие читала, и практически все из них я бесконечно люблю. Я решила, что я здесь включу в этот список только авторов, у которых я прочитала хотя бы несколько книг, и все они мне понравились, потому что здесь не будет, например, Сартра, хотя его книга моя любимая, вообще из всех существующих, из всех прочитанных мной книг. Есть авторы, чей стиль мне так близок, но из-за того, что я прочитала у них только, например, одну книгу, я не могу внести этого автора в любимое, потому что это, получается, любимая книга, но не любимый автор. Так что здесь авторы и книги проверенные, точнее, не авторы, а авторы, проверенные многими книгами. И авторы, которым я готова признаваться в любви бесконечно, поэтому давайте начинать. Я очень счастлива, когда получается следить за крутыми книжными новинками, читать их одной из первых и бежать их всем рекомендовать. И у меня ощущение, что именно так будет с двумя книгами, которые недавно вышли, и которые уже можно почитать и послушать в букмейте, подписном книжном сервисе, с доступом к более чем 250 тысячам электронных и аудиокниг, а также к комиксам, и мне не терпится вам о них рассказать. Во-первых, у Алексея Поляринова вышел новый роман «Кадавры», где действия разворачиваются вокруг достаточно жутких происшествий. После одной катастрофы по всей стране возникли кадавры, застывшие фигуры мертвых детей. И главные герои отправляются в поездку, чтобы изучить загадочные аномалии. И мы вместе с ними увидим, как живые люди приняли правила изменившегося мира и как они сосуществуют вместе с мертвыми. Сам Алексей Поляринов говорил, что хочет написать книгу про конец света, но не такой стремительный, каким его обычно изображают в поп-культуре. Мне хотелось показать долгий и мучительный конец света, когда люди живут внутри апокалипсиса много лет и в конце концов привыкают к нему. Мне кажется, достаточно загадочно и самое то, чтобы пощекотать нервы. Вторая книга, которая очень заинтересовала, это «Другой дом» Генри Джеймса. Это драматический роман с элементами детектива. Действие происходит в Англии в конце 19 века, в двух усадьбах, в которых жизнь идет своим чередом, пока в одну усадьбу не приезжает миловидная дальняя родственница, а в другую дальняя подруга хозяйки. И это история трех женщин, одного мужчины и одного ребенка. Кстати, эта история о разрушительных последствиях человеческих страстей продолжает серию перевода букмейта, совместный проект с подписными изданиями и мастерской Брусникина. Я очень счастлива, что новый роман Генри Джеймса перевели, потому что читатели очень ценят его творчество. А с удобной читалкой букмейта вы можете переключать фон, шрифт и аудиоплеер с возможностью менять скорость воспроизведения. А с синхронизацией электронных аудиокниг можно переключаться из аудио в текст и обратно с сохранением места, на котором вы остановились. Как же почитать и послушать эти книги? Если вы ни разу не пользовались ни подпиской Яндекс Плюс, ни букмейтом, то активируйте мой промокод ЖУК45 и вы получите все сразу на 45 дней бесплатно. А если вы уже в плюсе, то этот промокод добавит вам опцию букмейт тоже на 45 дней бесплатно. И скачайте приложение. И как эти авторы у меня лежат, так я и буду. Начинать здесь не по степени значимости, не по степени нахождения, не по месту нахождения в моем сердце, а просто вот как-как получилось. И первый автор это Фенни Флэг. У меня здесь ее «Добро пожаловать в мир, малышка» одна из самых прекрасных книг. Я начала знакомство с Фенни Флэг, с ее «Жареных зеленых помидоров», когда я просто повелась на обложку, на название необычное, на описание и вообще ничего не знала об авторе. А сейчас я спустя 4, наверное, прочитанные книги и практически полностью собранную коллекцию, я понимаю, что этот автор откликается мне во все. Фенни Флэг рассказывает о маленьких американских городках. Параллельно линии могут быть про большие города, про какие-то большие жизни, сложные, суматошные, но обязательно в ее книгах присутствует место, в котором герои находят спокойствие и умиротворение. Это в основном такие маленькие городки, в которых наши герои либо жили в детстве, либо просто как-то не связаны, становятся с этими городками. И там обязательно люди, которые друг друга знают, все, у которых быт налажен, они все как-то вместе сплоченно общаются и обсуждают одно и то же. Пекут пироги, слушают радио, смотрят телевизор, обсуждают с соседей, вспоминают прошлое, просто уютное-уютное описание. И эти описания, они как терапия просто для читателя. Я, вы поймете, наверное, по всем моим любимым авторам, то, что это для меня, наверное, одно из самых привлекательных черт в книге, когда книга дарит какое-то умиротворение, успокоение и приносит просто порядок в жизнь, потому что, не знаю, у меня в голове постоянно какой-то сумбур, и мне постоянно не хватает чего-то, чтобы это все сгладило. И я всегда завидую людям, которые вот так живут, как герой книг Фенни Флэг и многих других, о которых я здесь расскажу, вы, наверное, уже догадываетесь. О многих авторах. И либо я нахожу, либо читатель находит успокоение в ее описаниях маленьких городков, либо герои, например, как в «Рождество и красный кардинал», который, когда герой из самотошного города уезжает в городок маленький, и там просто все приходит в норму. Душа как будто бы находит себя. И вот таким терапевтическим свойством, в принципе, обладают все книги Фенни Флэг, поэтому это однозначно один из моих самых любимых авторов. Следующий автор, обладающий похожими свойствами, и это Энн Тайлер. Я меня здесь удочеряю Америку, это моя любимая книга у Энн Тайлер, хотя я прочитала практически все у нее, и почти все обладает такими же эмоциями. У Энн Тайлер нету каких-то ярких сюжетных поворотов, здесь нет разворачивающегося стремительного действия. Здесь рассказывается о героях чаще всего, о немолодых супружеских парах. Это не старички пожилые, хотя есть и такие, но в основном это супружеские пары, у которых есть уже взрослые дети, у которых есть внуки часто, но это так, от 40 до 60, скажем так, среднего возраста люди, и о их жизнях рассказывается уже, у них какие-то проблемы, у них наступают кризисы, многие разводятся, расходятся, у многих проблемы с детьми, с внуками, с воспитанием внуков, детей, с какими-то моментами в прошлом, что-то откликается в настоящее, но в основном это все равно спокойная жизнь, и все эмоции, которые испытывают наши герои, они не такие яркие, как в 20 лет, в 17, а уже более спокойные, когда люди уже знают свое место в жизни, они знают ценность эмоций, они знают ценность своему душевному спокойствию, все через что они проходят, они воспринимают немножечко иначе, не как эмоциональные подростки, юные люди, и опять же, для меня это то же самое, потому что я гиперэмоциональная, и у меня все вызывает какие-то буря эмоций, и мне не хватает какого-то тормозящего эффекта со стороны, и книги Нтайлер обладают тем же свойством для меня, они меня успокаивают, они показывают, какая жизнь может быть, и какие эмоции могут быть, и когда я слежу за этими людьми, и которые уже какие-то более основательные, более спокойные, то мне кажется, что и я могу так же, меня это очень успокаивает. Что Фэнни Флэкт, что Нтайлер, наверное, это авторы, не для людей, которые ищут какие-то яркие эмоции в книгах, какие-то сюжетные повороты, здесь такого не будет. Если о Фэнни Флэкт еще можно поговорить, там что-то такое есть напряженное, но тоже не так сильно, то вот о Нтайлер в основном все достаточно спокойно, даже когда мы следим за какой-то семейной драмой, с разводами, с расставаниями, с проблемами с детьми, все все равно, все какое-то вот бытовое. Многое через что прошли герои, и через это они тоже пройдут, и мы как будто бы видим, что у них большой опыт, через все они проходили, и в будущем будет точно так же. Вот такая Нтайлера тоже спокойная, уютная, американская. Обожаю. Абсолютно они похожи на авторов, о которых я уже рассказала, совершенно непредсказуемый, яркий. Это мой любимый Дуглас Кеннеди, которого я открыла для себя совсем недавно, год или два назад, наверное, два года назад, наверное, два года назад почти. Я случайно взяла его книгу в книгообмене во Франции у мамы, она была на французском языке, я прочитала и просто влюбилась. Я начала читать с женщины из пятого округа, и потом я прочитала «Послеполуденную Изабель», и это просто «Бесконечная любовь». Вот «Послеполуденную Изабель» моя любимая книга, у меня есть почти вся коллекция его, я много у него читала, и все книги, они настолько яркие и неповторимые, и мне очень хочется каждый раз, когда я рассказываю о нем, чтобы узнала как можно больше людей, потому что немногие читали Дугласа Кеннеди, к сожалению. Его книги, они совершенно разные. Здесь о парне, который влюбляется в замужнюю девушку, и сквозь годы их отношения, где-то какие-то преступления, где-то мистическое что-то. Во всех книгах у него все разное, но герои проходят через такие испытания, здесь все сумбурно, здесь какие-то даже погони иногда, переезды, трагедии, драмы, преступления, наказания. Они убегают от погони. Очень много такого. Кто-то скрывается, кто-то какие-то пожары, все очень разное. Кто-то теряется в Марокко и не может оттуда выбраться. У кого-то муж в Марокко теряется, это та же книга. Ну, в общем, огромное количество эмоций, локаций, и Дуглас Кеннеди обладает мастерством описывать места так, как будто бы ты в них находишься. Например, тоже Марокко, или Париж, или Америку. И каждый раз, когда ты читаешь о каком-то из этих мест, ты не видишь романтизированное место, ни какой-то Париж, там, где музыка, багеты, круассаны на фоне Эфелевой башни, и все чистенько, аккуратненько. Марокко не романтичная, как в клоне, например, мы привыкли смотреть. А там действительно другая страна жизни этих городов, где происходит много плохого, много преступлений, и жизнь очень бедная, очень проблемная. Преступность огромная, вот как про Марокко, так и про Париж, можно то же самое сказать. Всегда что-то яркое, что-то непредсказуемое, и его книги, они невероятно захватывающие и атмосферные. Вот как может быть какой-то детектив или какой-то боевик, что у него происходит в книгах, быть атмосферным. Вот в Марокко там происходят достаточно жестокие некоторые сцены, но вокруг все, что происходит, но все равно атмосферное, несмотря на то, что романтизированного там ничего нет. Волшебство Дугласа Кеннеди, пожалуйста, прочитайте его. Владимир Набоков. Я его читаю с очень юного возраста. Лолиту его я прочитала совсем, не знаю, ну не в школе, наверное, в университете нет, или в школе даже. И я влюблена во все тоже у Набокова, но прежде всего я влюбилась в его слог. Набоков мастер языка, он владеет русским языком так, как, наверное, никто не владеет, и он такие слова выбирает для высказывания своих мыслей, как никто никогда, наверное, уже не сможет. Он волшебник. Он такие эпитеты и сравнения подбирает, что тебе кажется, что ты читаешь русский язык, ты все понимаешь, но как будто бы это какой-то волшебный русский язык, какой-то эльфийский русский язык. Неужели так можно было сочетать два слова, которые, ну, никак вроде бы не могут в одном словосочетании находиться? Они там находятся. Еще Набоков мастер не только описания и выбора слов, это, не знаю, мне кажется, это на первом месте просто этот человек должен стоять. Он еще и мастер неожиданных сюжетных поворотов, например, он использует прием ненадежного рассказчика достаточно нередко в своих книгах и делает это настолько прекрасно, что ты вроде читаешь, ты понимаешь, что все неожиданно, ты даже понимаешь, что рассказчик ненадежен, но в конце книги ты осознаешь и пытаешься осмыслить все, что произошло, осмыслить каждую деталь, и ты понимаешь, что все может быть не тем, что кажется, например, отчаяние его. Я безумно люблю Набокова, и, наверное, все книги на меня произвели просто неизгладимое впечатление, но я все равно советую всегда читать его отчаяние. Кстати, я держу книгу Сагледатой, которую я как раз-таки не прочитала еще у него, но я решила выбрать именно ее для демонстрации, потому что сразу же видно, просто кадр включаете, сразу же понятно, что я говорю Набокове. Азбука не такие издания яркие. Хотя, зачем я сейчас буду об изданиях говорить, вот это издание мне не очень нравится, я не люблю как-то вот, какое-то такое, не знаю, неуютное, что ли. Азбука мне больше нравится в мягких обложках, Набоков, мастер, и я готова поклоняться просто каждой строчке, которую он написал. Давайте поговорим о моем самом любимом авторе. Я в этом вам призналась уже в прошлом видео, в одном из прошлых видео, и осознала окончательно, и это Харуки Мураками, самый любимый автор у меня. Просто, наверное, никто с ним не сравнится, действительно. Автор, который во всем прекрасен, и за каждую черту его творчества я его люблю. Он рассказывает в основном о главных героях, о мужчинах, которые испытывают трудности в семейной жизни, они либо разведены, либо от них уходит жена, либо они одиноки, ищут свои отношения, но в основном их кто-то покидает из женщин. Они ищут либо этих женщин, либо какой-то смысл жизни, либо еще что-то, но в основном они тоже гоняются за какими-то призраками этих женщин, не в прямом смысле, точнее, не только в прямом смысле, но в метафорическом, скажем так. И рассказывается о разных ситуациях в разных книгах, но в основном это такое одиночество и погоня за чем-то. И в каждой книге у мураками есть мистическая составляющая, часто ее видно невооруженным глазом, когда герой попадает в какой-то другой мир, через колодец, например, как в «Убийство командора», там, в принципе, герой с картины оживает, в принципе, да, там понятен магический реализм, явный. Но есть книги, в которых нету ничего магического совершенно, и в этом можно разобраться только с помощью анализа книг. Я уже советовала тоже в том же видео книги Дмитрия Коваленина, для того, чтобы полностью понять все, что хотел сказать автор, все его какие-то временные несостыковки, все его отсылки, все его магические приемы, которых ты, на первый взгляд, не видишь, другой мир, когда он там начинается в его книгах, когда путешествие в другой мир, когда все еще герой в этом мире. И за что я, наверное, все-таки на первом месте, а не вот эти символы, какие-то скрытые смыслы, а его атмосфера, его уют. Мастер бытового романа, мастер бытоописаний, когда герой совершает совершенно простые бытовые дела, идет в душ, вытирает волосы полотенцем, делает кофе, моет ложку, открывает окно. Как герой у мураками может открыть окно так, что ты перечитываешь эту строчку, и тебе хочется, не знаю, открыть все окна, закрыть их, снова открыть? Я не преувеличиваю. Я читала описание того, как он достает еду из холодильника несколько раз. Я просто перечитывала эти моменты, потому что хочется, не знаю, жить в этом моменте, в открывании дверцы холодильника. Великолепно просто. Вот именно то, что мне приносит максимальное равновесие для моей души. Мураками самый лучший автор в мире. Из той же оперы я всегда их рядышком ставлю, сравниваю, и, ну, хотя не похоже ничем, кроме описания быта, это Розамунда Пилчер. Здесь я сделала небольшое исключение для автора, я прочитала у Розамунда Пилчер только две книги, но и даже по сентябрю, если бы я прочитала одну книгу и полюбила ее так, как я полюбила сентябрь, я бы все равно не включила, потому что я бы сомневалась, а мало ли она пишет иначе. Нет, она во всех книгах пишет одинаково и по отзывам я видела, так что полноправное место занимает в моей душе. Розамунда Пилчер автор вообще практически книг почти без сюжета, то есть он вроде бы есть, но он проходит мимо, параллельно вот этим бытоописанием. В сентябре бал, который должны провести герои этой книги, они к нему готовятся практически всю книгу. Там, конечно, есть какие-то неожиданные повороты, особенно концовка книги достаточно печальная и неожиданная, но это как будто бы не так заметно. В основном герои здесь вот практически всю книгу они готовятся к балу, они готовят посуду, они разговаривают о бале, они ходят на пикник, они готовят кофе, сидятся в кресло, смотрят в окно, ставят ноги на ковер, это очень красиво, я до сих пор помню описание ковра, и вот тоже к нему возвращаюсь мысленно, смотрят на поле, которое за окном, перестелают постель, надевают чистое белье на подушку, на одеяло, проветривают комнату и вот этот свежий воздух, ты его видишь, и ты чувствуешь аромат этого свежего, хрустящего постельного белья. Здесь, конечно, я преувеличиваю не только такое, но здесь есть какие-то события, здесь есть семейные конфликты, даже драмы в каком-то смысле немного, сложно называть драмой то, что происходит в книгах Пилчера, потому что на все спокойное. И я тоже сравниваю книги Пилчера с жизнью, вы проживаете жизнь, наполненную огромным количеством событий, ярких, эмоциональных, но в основном каждый момент, который вы проживаете, он бытовой, то есть вы всегда сосредотачиваетесь именно на бытовых моментах, как там, я не знаю, собрать чемодан, у меня сейчас чемодан лежит, который я собираю просто первая мысль, сварить кофе, там, что завтра купить из продуктов, что приготовить, когда выходные, что на выходных делать, ну, вот такое бытовое все. И там через 30 лет вы вспоминаете, сколько ярких событий произошло, но вы их не замечаете в моменте. И здесь то же самое, огромное количество событий описано, но они как будто бы спокойно проходят мимо, а вы живете в быту. Вот такая Розамонда Пилчер. Я ее за это обожаю, но если вы любите какую-то хотя бы динамику в книгах ее, то вам точно не понравится, потому что многие говорят о книгах Пилчер, что она скучновато, и вообще там многим невозможно читать, насколько это скучно и нудно. Так что будьте готовы. Если вам там не понравятся первые 30 страниц Розамонда Пилчера, предположим, то мне кажется, вам в принципе она не понравится, потому что да, именно все то, что происходит на первых страницах, такая вся книга, и вот две книги, которые я прочитала, и все книги, судя по всему. Так что я предупредила, но она у меня одна из самых-самых любимых авторов. Не могла эта подборка, конечно, обойтись без Франка Телье. Франк Телье это мастер триллеров, детективов. У него есть книги разные по своим жанрам, у него есть и детективы с расследованиями, и какие-то триллеры, которые никак не связаны с расследованиями, но там что-то жуткое происходит, и тоже есть, конечно, преступник преступления, но это триллер, а есть детектив-триллер. Но что объединяет все книги Франка Телье это, во-первых, очень неожиданные повороты. Нет такого, что вы выбираете из-за граничного количества подозреваемых, и всех там улики собирают, и кто-то вот в итоге виновен, и вы можете догадаться, такого нет. Здесь часто бывает рояль в кустах, герои, которые там не упоминались, или же просто вообще не могли бы в ту сторону подумать, но только если вы вот кто меньше всех задействован, вот тот преступник. Можете тогда, наверное, угадать. неожиданные повороты. Здесь есть, и что еще объединяет его все книги, это достаточно сильная степень жестокости, потому что книги его кровавые. Многие, особенно первые его книги, вот, что адский поезд для красного ангела, что там синдром Е, они жестокие, и некоторые сцены, которые ты читаешь, они действительно, ну, прям фу, и может оттолкнуть. Но такие, я заметила, что только первые его книги в последующих романах оно как-то более немножко сглажено. Тоже очень много триггерных тем, очень много жестоких моментов, страшных, и описано достаточно подробно. Но со временем у него это все как будто бы идет на спад, как будто бы он больше, ну, меньше вот этой степени кровавости, но он жестокий достаточно автор. Я его полюбила за неожиданные повороты. И я больше всего его люблю не книги из цикла про двух героев. Это, как обычно, цикл в детективах. Есть герои, которые занимаются расследованиями, и в каждой книге новое расследование. Но определенные жизненные этапы наши герои проходят вот через все книги. Так что цикл читать желательно с первой по последнюю книгу последовательно. Но у него есть книги вне серий, и в основном они самые крутые. Для меня это «Сновидение», «Головокружение», «Головоломка», «Лента Мёбиуса», какие там еще у него книги эти, которые вне цикла этого. И они в основном как раз таки менее детективны, там герои в каких-то замкнутых пространствах оказываются, или что-то странное происходит с памятью, какие-то игры. И вот эти книги самые загадочные вот «Сновидение». Я держу, это моя любимая книга Франка Телье, кстати, первая прочитанная, и так и осталась навсегда любимой. Может быть, что-то новое переплюнет, но пока вот нет. Так что Франк Телье для любителей триллеров попробуйте. Ну, мне кажется, его все уже пробовали, хотя могу ошибаться. И, конечно, не могла я обойтись без автора моей юности, которого я полюбила. Так что просто до слез, когда читала его книги и до сих пор люблю, хотя, мне кажется, немного его переросла, но все равно я не могу. Это один из любимых авторов навсегда останется. Это Эрих Мария Ремарк. Я читала очень многие его книги, некоторые, я уже даже не помню, что читала, но начиная, думаю, я же это читала точно. Но любимыми книгами навсегда останется, любимой книгой, Триумфальная арка его. Но с Триумфальной аркой я сразу же хочу вам посоветовать. Проблема такая, что этот перевод, который у него самый прекрасный, сейчас скажу, чей, вот в этой книге именно идеальный перевод, Кремнева и Шрайбера. Самый лучший перевод, потому что остальные, которые сделаны другим переводчиком, я уже не помню его имя, в других изданиях он менее эмоциональный, менее душевный, менее яркий, вот. Поэтому мне он не так понравился, и мне подруга отдала вот эту книгу, потому что свою я отдала почитать, мне ее не вернули, и я купила новую, мне этот перевод не понравился, я так ругалась на него. Вот подруга отдала мне свою такая эпопею возвращения книжки, не моей, но вот такой же. Ремарк пишет либо о Второй мировой, либо о послевоенном времени, о потерянном поколении, о людях, которые прошли страшнейшие события, и у которых жизнь сломана навсегда, и даже когда годы проходят после этих событий, все равно их психика сломана, они будут жить с этим всегда. Он пишет о героях, у которых проблемы со здоровьем, которые невозможно вылечить, скорее всего, и его книги все достаточно печальные, они вот свойственны литературе потерянного поколения, когда действительно в душе что-то сломано настолько, что никогда это уже не вернется, но герои продолжают жить, продолжают любить, дружить, выпивать в кафе. Это происходит часто в Париже, вот Триумфальная арка, Триумфальная арка для меня особенная такая книга, еще и с точки зрения воспоминаний, я потом читала много ремарков, много очень его книг полюбила, они похожи по своей сюжетной составляющей, по там концовкам, как все разворачивается, но я его бесконечно люблю. И автор, который просто ворвался в мою жизнь в 22-м году и стал одним из лучших авторов 22-го года, его книга, которую я прочитала за несколько дней, по-моему, до окончания года, она стала лучшей в том году и чуть ли не в моей жизни, потому что я под таким впечатлением была, насколько все не так, как я думала, и это автор Джон Стейнбек, а книга, о которой я говорю, это «Зима тревоги нашей», это любимая книга автора, но я в принципе все книги, которые я у него читала, я бесконечно полюбила. Он рассказывает об Америке в 20-м веке, в начале 20-го века и героев, обычных людей в разные ситуации жизненные помещает. И атмосфера Стейнбека, она невероятная. У него атмосфера вот этого же небольших вот этих американских городков начала века и того, как они работают, тоже куда они ходят, как у них семейные жизни складываются. Это невероятно. Но у Стейнбека есть черта, что он много психологизма в книги вкладывает и каких-то душевных метаний, терзаний героев, они цепляют за душу. Но чем прекрасна «Зима тревоги нашей», то, что ты читаешь книгу и ты вот она от первого лица, ты все видишь перед тобой, потому что она герой рассказывает о всем, что происходит и это вот все. А потом оказывается, что все вообще не так. И в конце книги ты сидишь, что произошло, почему я повелся, почему я вот так это воспринимал. В общем, это просто прекраснейшая книга и я ее советую в первую очередь читать у Стейнбека, потому что все она в себе собрала и она небольшая по сравнению с тем же «Квосток от Эдема», которая прекраснейшая книга, но за которую сложно взяться из-за ее объема. Я обожаю Стейнбека за атмосферу, за героев. И еще одна черта к его героям привязываешься невероятно. Есть герои, с которыми так тяжело расставаться. Тебе кажется, что вот ты мечтаешь о том, чтобы такие благородные люди были в жизни. Ты их никогда в итоге не встречаешь, но мечтаешь о них. И поэтому, когда ты встречаешь их снова в книгах Стейнбека, ты просто как к друзьям возвращаешься, думаешь, я не хочу с тобой расставаться. Заканчивается книга, ты говоришь просто «Я не хочу, верните меня к этим героям снова». Стейнбек просто прекрасен. И это были все авторы, о которых я хотела вам сегодня рассказать. Я однозначно про кого-то забыла. Поэтому, если вы знаете еще кого-то, не называйте там Сартра, потому что у него любимая книга. Я у него читала очень мало. И там, не знаю, я предположительно могу еще подумать, что я влюблюсь в Ричарда Руссо из-за его «Эмпайр фоллс» атмосферы. Но, к сожалению, мало читала, не могу прям вот так судить, что это любимый автор именно. Так что, вроде все. Но напомните, если что-то еще знаете, кого-то вспомните. Спасибо огромное за внимание и до скорой встречи в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok